Бегать значит жить. В этом уверены участники полумарафона Ганди Кап. Самому юному участнику было 12, а самому старшему 72 года. К слову, из 69 участников каждый третий уже разменял шестой десяток. Ветераны спорта уверяют, болезнь не сможет их догнать. Лет 35-40 назад я начал чувствовать дискомфорт, здоровье меня стало подводить. По вечерам, когда никто не видел, быстрой ходьбой и бегом я прочитал, что можно бегом вылечиться. И начал так бегать. Потом постепенно создали уже клуб любителей бега. Дистанция бегунов пролегала через лес и в общей сложности составила 21 километр. В числе спортсменов были гости из Китая, а также из Татарии, Удмуртии и Пермского края. Соперничали бегуны до конца, не переходя на шаг до самого финиша. В 54 года я с молодыми на равне бегаю. 54 года это возраст такой. Маленькие еще стартуют люди в 70-летнем возрасте. Вот на них посмотрите, как они бегают, как они двигаются. И молодежь это видит, заряжается. Сейчас уже популяризация марафонского движения пошла. Каждым годом больше и больше двигается народ, выходит в лес. Это здоровый образ жизни. Большой праздник спорта продолжился на стадионе Торос. Здесь чествовали именитых и начинающих спортсменов, а также тех, кто воспитывает молодой резерв. В Нефтекамске развивается порядка 60 видов спорта. Вдвое больше тех, кто прославляет родной город на соревнованиях международного уровня. Во многих показателях наш город, как всегда, является лидером Республики Башистан. И очень значимый результат в этом году, я считаю. Наша спортивная школа, спорткомитет, в этом году заняла второе место Республики Башистан по спортивным показателям среди 124 школ Республики. Это довольно-таки серьезный результат. Кроме этого, мы традиционно являемся одним из лидеров по числу лиц, систематически занимающихся с культурой и спортом. По подготовке спортсменов-разрядников, спортсменов высшего спортивного мастерства. Пляжный волейбол стал одной из площадок, где могли принять участие все желающие. В это же время на другом конце стадиона горожане состязали в шахматах, поражая соперников тактическими приемами. Еще одним местом массового участия стала баскетбольная площадка. В лучшей игре с мячом спортсмены Нефтекамска противостояли гостям. Проходит у нас тритбол, баскетбол 3х3 между юношами города Нефтекамска и ближайших районов. Принимают участие в играх, значит, у нас всего 24 команды. Развитие в нашем городе на уровне среднем, так скажем. Нету таких площадок, которые позволило бы нашим детям играть в баскетбол. На спортивных площадках в день физкультурника найти себе интересное занятие могли дети и взрослые. Переоценить роль спорта в жизни нефтекамцев трудно. Этот день стал большим праздником не только для тренеров, учителей физкультуры, спортсменов, но и для простых любителей здорового образа жизни, которых в нашем городе становится все больше. Анастасия К. Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».